Всем привет, меня зовут Наталья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами продолжим говорить о зависимости от социальных сетей и смартфонов. И сегодня конкретно мы будем говорить о притягательности, притягательности социальных сетей и всего вот этого, то, что там происходит, без дофамина. Да, я уже оскомину набила, говоря про этот дофамин, но это не единственная причина, она просто самая понятная, очевидная, но есть ещё другие, которые не менее эффективны в нашем вот этом вот заключении в цифровой мир. Так что, поехали! Эволюция сделала нас какими-то определёнными, неготовыми к тому, что сейчас происходит. Мир меняется слишком быстро, уже за год может измениться так, что ты не понимаешь, что происходит. Эволюция длится тысячами, тысячами лет. И у нас не хватает возможности просто привыкнуть и адаптироваться к тому, что происходит. Например, публичность. Человек может общаться с группой в 150 человек и знать этих 150 человек. Примерно, да, там вот это число 150 у Данбара или Данбара, не знаю, какое правильное удаление. Учёный, который изучал приматов и людей с точки зрения вот общения. Какое общение мы можем потянуть? Но сейчас людей очень много. Всюду вокруг мы знаем, коллеги, одноклассники, прохожие, соседи. И ещё нам периодически приходится перед ними выступать. И здесь у нас колоссальный стресс. Чем большее количество глаз на нас направлено в единицу времени, тем более сильный стресс мы испытываем, потому что это опасно. Вдруг ты сейчас что-то скажешь и кому-то не понравится, потому что сложно своим поведением и речью удовлетворить всех. Кто-то да выбесится и может тебя потом киянкой по голове стукнуть. Поэтому у нас такой страх публичных выступлений. Но... Но с телефонными и социальными сетями дело обстоит немножечко по-другому. И исследования, которые проводят на эту тему, говорят, что люди готовы в Фейсбуке, например, делиться куда более откровенными и личными вещами, чем с человеком близким, чем кому-то лично. То есть лично мы кому-то не можем рассказать о своих каких-то интимных, например, вещах. Но в Фейсбуке, в Инстаграме писать посты о том, как я рожала, какие у меня отношения с мужем, где и как у меня растяжки, какие у меня психологические проблемы, что меня мама там в детстве обижала. Мы можем. Но с близкими людьми, с людьми в реальной жизни нам говорить гораздо сложнее. И та вот старая фраза, которую я еще помню, наверное, с годов 2010-х, что «то интернета только семья знала, что ты дурачок, а теперь об этом знают все». Как никогда эта фраза сейчас актуальна. Кроме того, что уровень реального качественного общения с людьми тет-а-тет стремительно падает, при этом уровень психологических проблем стремительно растет, и наличие у всех мобильных телефонов под рукой делает наше общение более скучным и примитивным, которое нас вообще не устраивает, и мы не понимаем, зачем. В экспериментах ученые просили испытуемых общаться с незнакомцами в течение пяти минут, там, за столиком в кафешке. И у половины телефоны забрали вообще, а у другая оставила их с собой, она клала, допустим, как мы всегда кладем, телефон на стол. И вот те, у кого телефон был на столе, посчитали разговор с незнакомцем менее интересным и более скучным. А вот люди, у которых телефона под рукой не были, многие даже познакомились и продолжили общение вне эксперимента. И им показалось, что как здорово общаться с человеком оказывается. И то есть, когда телефон всегда лежит у нас в компании перед собой, когда мы там с подругой кофе пьем или собираемся где-то на праздник, мы считаем людей вокруг нас более скучными, чем они есть на самом деле. Задумайтесь об этом, потому что телефона мы никогда не откладываем. А наше счастье и наше восприятие себя и мира прежде всего связано с другими людьми. Нас сейчас активно разобщают, что тебе никто не нужен, пошли не нафиг, они только тебя травмируют, абьюзят, обижают, мама виновата, бывшие виноваты, все виноваты, шли всех нахрен. Сиди, делай постики, накладывай фильтрики. Тебе не нужны люди. Но дело в том, что, блин, они тебе нужны. И мы вот это вот общение, в котором мы безумно-безумно нуждаемся, мы перекладываем из реальности в онлайн. И здесь два пункта. Первый пункт, почему для нас это так магнетически необходимо, это желание держать под контролем свое окружение. Вот как мне многие девочки в комментариях, и не только девочки, писали, что ну а как же не проверять? Как же не проверять бывшего? Не смотреть, что у него там происходит? Что, кто куда поехал? Конечно, это желание не только понимать где-то тут в иерархической цепочке относительно своего окружения, но еще знать, что они делают, это один из способов выжить. А второй, вы сейчас удивитесь, второй пункт, почему мы так любим социальные сети, это возможность рассказать о себе. В момент, когда мы рассказываем о себе, особенно на большую аудиторию, которую мы не видим реально, но которая есть где-то там, у нас возрастает активность в так называемом отделе вознаграждения в мозге, в прилежащем ядре. Это ядро становится активным, когда мы едим очень вкусненько, занимаемся сексом, общаемся с другими людьми, и, конечно же, мы рассказываем о себе. Мы выбираем рассказ о себе в социальных сетях, потому что это проще, это не требует затраты ресурсов. Вот представьте себе рассказать о себе, когда вас спрашивают на собеседовании, расскажите о себе, что с вами происходит, ступор. Я Маша, мне 32 года, у меня двое детей, я замужем, я выучилась там на лингвиста. И это ещё рассказ о себе, как вы парализованная становитесь. А в социальных сетях я и то, я и это, я идухтворённая, я вообще такая всесекая, у меня такая история, такие травмы, я такая интересная. В социальных сетях рассказать о себе проще, потому что вы не видите мимики, улыбки, тонких вот этих жестов, какой-то интонации голоса, не слышите от человека, потому что с этим в вас поступает огромное количество информации, которую нужно переработать, и не всегда вы её перерабатываете правильно. Здесь, если я не ошибаюсь, работают зеркальные именно нейроны, которые, кстати, у современной молодёжи вообще пошли по известному месту, они вообще не развиваются, потому что молодёжь очень мало общается тет-а-тет, а это влияет вообще на нашу эмпатию, способность сострадать. То есть мы сейчас, кстати, растим поколение нарциссов, которые вообще не способны понимать других людей, сочувствовать им. В современном обществе мы очень много говорим о толерантности, равноправии и всём этом, но это никогда не о защите других людей, это просто всегда разговор о себе, каждого из нас конкретно о себе, разобщённого, оторванного от мира и реальности, не способного сострадать искренне, просто так, чтобы пост был популярный, хиптерский и классный. Социальные сети создают у нас лишь иллюзию социальной близости с другими людьми, которая нам так необходима. Случалась ли у вас такая история, когда вроде бы вы там общаетесь, и у вас и подписчики в социальных сетях, есть и комменты, и лайки, и вроде постоянно телефон трендит, но когда вам плохо, поговорить вам не с кем. Вы понимаете, что вы не можете кому-то поехать здесь и сейчас и выплакаться. Что вы понимаете, что если с вами что-то случится, вам никто не поможет. То есть, ну, может быть, мама, дай бог, или близкие, совсем близкие люди, один-два человека, но не все вот эти сотни, им на вас плевать будет. Грубо говоря, с вами будет что-то происходить, они будут снимать вас на телефон и делать из этого контент. Задумайтесь об этом. Как вы себя чувствуете относительно других людей, когда вам плохо и вам нужна помощь? Работают ли ваши социальные сети в данный момент? И спасибо, что посмотрели это видео. До скорых встреч. Пока!